Привет вам всем, мои дорогие! Я вам показала, где собраны корветы и как они провалились в огромную яму. А сегодня два маленьких городка, провинциальных городка в Кентаке, совсем маленьких. Я вам их покажу, расскажу немножко о них, как люди справились с депрессией, когда потеряли работу. И да, дом престарелых в одном из этих маленьких провинциальных городков и жилье бесплатное для неимущих. Ну и поехали! Ну и вот мы съезжаем с дороги, где Коламбия, небольшой городок, где Бен родился, где-то 4000 человек там. Ну еще раз я вам говорю, точно такая же развязка, как на интерстейтах, на больших шоссе, точно такие же указатели, где какая еда, где какие рестораны, где какие заправки, точно такие же стрелочки. То есть все здесь везде работает одинаково. Не то, что ты съезжаешь с большой дороги и все, и ты потерялся. Нет, все разметки одинаковые, поэтому и легко здесь путешествовать. А вот здесь вот, кстати, и церквушка стоит рядом какая-то. А вот там вышка, это полицейский штат, вышка штата полиции. Там у них... Бен говорит, да, штата полиции. Да, Бен говорит, а вот здание, где полиция располагается, полиция штата, здесь. Kentucky State Police. То есть городок 4 тысячи человек, небольшой городок, ну где-то в пределах четырех. Вот Бен здесь родился, когда, конечно, он родился, этот городок был совсем маленький. How many people were when you were born here? А, где-то, Бен говорит, было три тысячи человек. Ну он не растет быстро, но и не уменьшается. Ну он растет, в отличие от, я не знаю, может быть, в других странах, от больших, от маленьких городков, которые исчезают. Он не исчезает. Вот мы съездили с дороги, вот Best Western, мы стояли в таком же отеле, не в прошлую ночь, а в предыдущую. Бен говорит, я вот велосипед, по этой дороге катался на велосипеде каждый день. Ну, как обычно это случается, когда мы маленькие, то нам все кажется большим и много народу. Вот я посмотрела в Википедии, тогда, когда Бен был маленький, там было где-то около двух тысяч человек. Сейчас четыре с половиной тысячи в этом маленьком городке. Ну, вот так вот, обман, так сказать, нашего, нашей памяти. Это дом, где Бен родился. Да, Бен говорит, он был, конечно, переделан, отремонтирован. Ну вот, это дом, где он родился когда-то. И, говорит, велосипед, на велосипеде катался вот здесь. Да, говорит, я сидел на этих ступеньках, когда был маленький. Ага, здесь, говорит, снег был, и мы на санках катались вот здесь. Вот не было, конечно, этого эскаватора. Этот городок всегда был маленьким фермерским городком. Мать Бена, помню, нам рассказывала, что ее отец, например, продавал, как это называется, федерлайзер, ну, то есть, подкормку для растений на полях. То есть, он привозил, он ездил в Луи-Вилл на лошади сначала, потом купил грузовичок, ездил туда на железнодорожную станцию, там загружался, привозил сюда и продавал. То есть, это был настоящий фермерский городок. Ну, а сейчас, Бен говорит, потому что техника и все остальное идет вперед, и эти маленькие фермерские хозяйства не так им важны здесь. Я уже вам когда-то говорила, что в маленьких городках очень часто в середине городка есть такое, как кольцо, и в середине здание, где обычно мэр находится, суд, ну, и все официально люди, которых выбирают, люди этого района. Район называется Каунти. А вот здесь вот, что очень интересно, вот это вот здание, посмотрите, оно очень знаменито. Чем знаменито? Не очень хорошими делами. Когда-то в 1872 году банда Джесси Джеймса ограбила, здесь был банк, вот посмотрите, старая фотография, и вот эта вот банда ограбила этот банк. Денег там было немного, по-моему, они взяли только 1500 долларов, но вот так прославилось это здание. Оно выглядит почти так же, ну, немножко там большая разница, небольшая разница. Здесь есть несколько заводиков, несколько фабрик, и, например, завод, который изготавляет лодки, и есть цементный завод, на котором, кстати, директор которого Бен и двоюродный брат, миллионер, кстати. И здесь же разбивается сейчас туристическая индустрия, потому что там озеро, очень такое известное в Кентакии. Ну, люди приезжают туда отдыхать. Ну, Бен говорит, ничего такого существенного здесь важного не происходит для страны, будем так говорить. Люди просто живут своей жизнью, работают, учатся, есть, конечно, и школы здесь. Ну, посмотрите, дома выглядят очень прилично, не развалюшки стоят, значит, у людей есть деньги. Ну, и, конечно, с тех пор, как Бен был маленький здесь и переехал в Кэмпбелсвилл, он говорит, конечно, много появилось новых магазинов, тот же Волмарт появился здесь, не было его раньше. Ну, мы вот приближаемся к кладбищу, как всегда мы ездим на кладбище, где похоронены мать и отец Бена. Ну, посмотрите, как выглядит кладбище. Я помню, была удивлена, когда увидела первый раз кладбище, мы пришли сюда с его матерью. И, ну, конечно, старые кладбища, например, в городе Луевиле, выглядят по-другому. Там большие, ну, знаете, как саркофаги даже есть. Ну, они этим могилам, может быть, несколько сотен лет. Это относительно новые, но старые кладбища. Ну, так вот выглядит кладбище. Видите, нету никаких оград, нету никаких гранитных, больших таких плит. Ничего не огорожено. Это ещё новое, это ещё старое кладбище. А вот на новых кладбищах, где у Беновой сестры муж похоронен, просто вот такие вот плитки, даже не гранитные, а просто плитки, поставленные вот, по-моему, типа таких. И имя там, и всё. Ну, это вот Джонс, это вот Бена вся семья. Это его мать и отец. И, кстати, всё это место Бена отец выкупил. Вот видите, Джонс, Джонс выкупил. И здесь есть место для всех родственников. И есть место даже для меня. То есть, вот так вот. То есть, я даже могу быть здесь похоронена, на этом кладбище. Оно в центре, в центре городка Колумбия, где Бен родился. Небольшое кладбище. А вообще, конечно, очень странно, что кладбище находится в середине города. И, посмотрите, дом здесь. Ты сидишь дома и смотришь на могилы. Ну, как-то это у нас такого не принято, да? Если в городе кладбище, оно огорожено, там деревья и, наверное, не видно из домов. А здесь вот, я помню, мы боялись ходить на кладбище не в положенное время. Можно было ходить там где-то только до определенного времени, до трех-четырех часов, а дальше уже нельзя ходить на кладбище. Нам так говорили. Ну, и никто не ходил. Да, вот я вам показывала тот дом, в котором жил Бен. Так вот, когда у Бена умер отец, Бен еще не родился тогда, то дедушка его купил этот дом, и мать его с детьми стала там жить, потому что у нее не было денег, чтобы снимать какой-то дом. Но потом, когда дедушка умер, то все наследство перешло его жене, неродной бабушке Бена. И она попросила, как Бен говорит, я, насколько помню, попросила их освободить, это жилье. Ну, им дали муниципальное, бесплатное тогда. Ну, еще про работу здесь. Вы увидите еще один маленький городок, совсем недалеко отсюда, где-то, наверное, километров 15 отсюда. Так вот, люди ездят туда работать, там больше предприятий, тот городок намного больше. На машине это не так далеко, 15-20 километров, это нормально. Ну, Бен говорит, никакие здесь известные люди не родились, кроме, говорит, меня. Никого, говорит, не могу назвать. Я спрашивала его, что здесь нового, что здесь интересного. Ну, вы знаете, может быть, кто-то из вас скажет, да я уже предполагаю, что скажут, ну, зачем ты нам показываешь какую-то там провинцию? Ну, вы знаете, а это же интересно посмотреть, а как выглядит провинция в другой стране? Мы все, у нас у всех на виду и на слуху, такие города, как Нью-Йорк, допустим, Вашингтон. Ну, а тут вот обычные маленькие городки, обычные дороги в городках, как дороги выглядят, может быть, дороги разваленные, еще что-то. Ну, а здесь, посмотрите, выглядит все обычно, как на больших интерстейтах, на больших шоссе. То есть разницы нету совершенно никакой. Кстати, вот здесь вот справа церковь, здесь проходит ежегодная встреча семьи Бена, не семьи Бена, а родных Бена со стороны матери. У матери было, кроме нее, еще 14 братьев и сестер, и вот каждый год они собираются и все их родственники. Бен говорит, когда я был маленький, я помню, где-то собиралось около 300 человек, в церкви было, естественно, мало места, и арендовывали целый парк, парк города, чтобы вот семья собралась. Вот такие вот семейные встречи. Мы приближаемся еще к одному провинциальному городку, Кэмпбеллсвилл, который, я уже сказала, где-то 15 километров от предыдущего. Где-то 11 тысяч человек здесь, в самом городке, а если считать, ну, округу, то где-то 15 тысяч. Здесь есть университет, в котором 10 тысяч студентов, представляете, почти такой же, как население города, но студентов не считают, ну, как, в этих, в число этих жителей, ну, потому что они могут уехать, они здесь просто временно, если останутся, значит, будут жить и будут жителями, да, и будут их считать. Сейчас в Кэмпбеллсвилл очень много предприятий, заводов, фабрик, где люди работают. И вот мы проезжать будем предприятий с 2008 года, здесь выпускает кабель для заводов Киа, GM, Hyundai, Chrysler. Много сейчас фабрик всяких разных, много предприятий, а когда-то была здесь только одна фабрика для башива трусов. И вдруг эту фабрику закрыли. У Бена сестра там работала. Здесь вот еще одна фабрика, где делают что-то из дерева, очень такие красивые, красивые отделочные материалы для дерева, отделочный интерьер для комнаты из дерева, ну, что-то, в общем, такое. Очень трудно переводить и снимать, и говорить по-русски, слушать по-английски, переводить с английского на русский, ну, в общем, вот так вот. Кстати, бензин 3,09 здесь даже дешевле, чем я вам показывала, где мы заправлялись. Ну, так вот, была только одна фабрика для башива трусов, ее закрыли, и работали все на этой фабрике. У людей началась депрессия, у людей не было денег. Венде... Андельвельфактори восклоус. За Амазон. А, кстати, мы проезжаем Амазон, распределительный центр. И вот Амазон сюда тоже привели. Ну, так вот, у всех началась депрессия, работы не было. И Митч МакКоннелл, он сенатор от Кентакки, от штата Кентакки, дал поручение своим работникам, чтобы они привезли сюда бизнесы. И они это сделали. Вот один из них, Амазон, очень много людей работает здесь, это распределительный центр. И много-много других бизнесов. Люди стали зарабатывать больше, чем они зарабатывали даже когда-то, когда там была фабрика для пошива трусов. То есть, сенатор, которого выбрали, он сделал очень хороший для своего штата, для своих людей. Ну, как я уже говорила, так вот работают люди, которых выбирают. Кстати, сестра Бена работала вот на той фабрике, на которой шили трусы, и которую закрыли. Она говорит, что состояние, конечно, было ужасное, безвыходное совершенно, нет работы, негде работать. Ну, а сейчас, конечно, положение совершенно другое. Как я уже говорила, благосостояние людей выросло, люди стали зарабатывать больше. Мы проезжаем по центру городка, даунтаун. Людей, как видите, почти нету. Вот это, кстати, кортхаус. Помните, я вам показывала в Колумбии. Здесь суд, мэр, ну и все офисы городские вот в этом доме. А вот так вот, кстати, выглядит местная тюрьма. Тюрьма тоже находится в центре города, рядом с даунтауном. Местная тюрьма этого района, не только деревни, но не только городка, но и района. Тейлор Каути детеншн центр. Ну, тюрьма. Сколько там народу сидит? Я, честно говоря, не знаю, не вдавалась в подробности. Так вот, по воскресеньям обычно люди ходят в церковь. Обычно, ну, все люди ходят в церковь, можно так сказать. Процентов 90-95 людей ходят в церковь. Как я уже сказала, здесь где-то, сколько, 11 тысяч человек, народу, и 68 церквей разных, совершенно разного направления церкви. 68 в этом маленьком городке. Ну, а мы подъезжаем вот к такому домику. Что же это? Помните, я вам говорила, что в любом городе, в любом месте Соединенных Штатов существуют такие муниципальные здания, квартиры, дома. Я вам показывала в Ричлэнде, очень много показывала. Вот это вот дом, муниципальный дом, бесплатный, для малоимущих. Мать Бена здесь жила, прожила много лет. У неё была двухкомнатная квартира, очень такая хорошая квартира. Вот это я как раз снимала в её квартирке. Вот посмотрите, там спальня небольшая, и там ванна и туалет. В той же, ну, я имею в виду из этой комнаты, из спальни, вход в ванну и туалет и душ. И вот здесь вот кухня небольшая с холодильником. Холодильник, это всё здесь стоит, всё остаётся. Вы знаете, все электрические приборы остаются. Это жилая комната небольшая, Бен сидит, шоколад есть. Это было его любимое занятие, прийти к матери и есть шоколад из вазочки. Вот. И, ну, вот небольшая такая, там стол, я не совсем сфотографировала, обеденный стол небольшой. Вот такая вот небольшая квартирка. Это мы снимали в 2009 году, ей 95 лет, мы собирались отмечать у Бена, сестры. Вот здесь вот она прожила много лет. Ну, потом, конечно, если ты уходишь из этой квартиры, она не твоя, но тебе её дают бесплатно жить, и ты очень мало платишь за электричество и вообще за всё. Ну, то есть, ты малоимущий, ты это получаешь. Это Jackson Street Tower в Кэмпбеллсвилл, Кентакки. Вот это справа мы проезжаем, это начальная школа, здесь школа очень часто отдельная, начальная, средняя, среднее звено и старшее звено. И мы едем, я вам показывала уже дом престарелых, сейчас проедемся, ещё разочек покажу, кто не видел. Да, кстати, мать Бена в 97 лет упала и сломала шейку бедра. Ну, вы знаете, какая это трагедия. Ей отремонтировали всё и вы знаете, что мы были удивлены, когда пришли к ней в больницу. На первый, на первый, по-моему, операцию сделали, на следующий день её уже водили под руки по коридору, она должна была уже ходить. Ну, и она возвратилась домой, всё нормально было, но через год она сломала вторую шейку бедра и всё нормально отремонтировали, это значит, ей уже было сколько там, 98, да, но она уже боялась, боялась ходить, естественно, человеку 98 лет. Ну, и вот она, её поместили в дом престарелых. она умерла, когда ей было почти 100 лет, 4 месяца, ровно 4 месяца она не дожила до 100 лет. И жила вот она вот в этом доме престарелых. дом престарелых, то есть, у неё забирали из пенсии и даже ещё оставалось у неё наличные расходы, так сказать. То есть, на книжке оставалось наличные расходы, хотя пенсия была мизерная, совершенно мизерная. Я вам уже показывала, как это выглядит. Это обычный дом престарелых в обычном маленьком городке. Но давайте ещё раз посмотрим, как он выглядит. Вот так выглядит коридор, холл в доме престарелых. В центре, справа, это вот территория, где сидят медсёстры. Сюда приходит и врач, осматривает всех, ходит по палатам, по комнатам, спрашивает, ну, у кого какие проблемы. Посмотрите, как здорово выглядит. Это украшение было к Новому году. Мы здесь были. Ну, это просто такое украшение. В велосипедах на этих, конечно, они не катаются, но просто вот такое украшение. И здесь есть церковь. Вот она, церковь небольшая. Приходит притчер, прист и делает проповеди определенного назначения, кому какой священник нужен. Приходят и читают проповеди. А это обычная комната в этом же доме престарелых. Я просто зашла в пустую комнату и сняла ее. Нельзя же снимать не с больными, а с теми, кто там живет. Но это уже не на Новый год, это просто украшение. А это кухня. Не кухня, а столовая, где они обедают. Видите, разносят еду здесь, люди сидят. Обычная столовая. Обычно мы, когда приходим, они спрашивают, вы с нами пообедаете? То есть, они вас накормят бесплатно, совершенно, то, что другие едят. Люди, которые здесь живут, они могут выбирать еду, им дают список, и они выбирают на следующий день. Если они что-то хотят такое особенно, а чего нет, купят и принесут. Вот так вот обычно выглядит этот дом престарелых. Ну, мы были там в январе, и, естественно, все выглядело вот так вот. Серо и уныло, дождь шел. Ну, вот такой вот обычный дом престарелых в маленьком городке Кэмпбеллс в Кентакки. Вы знаете, я никогда не видела мать Бена без маникюра. Так вот, даже в дом престарелых там приходит маникюрша и делает им маникюр, ходит по комнатам, или же они приходят в другую комнату там, и она им делает маникюр, приходят парикмахеры, делают им прически, ну, и, конечно, причёсывают их медсёстры, помощники медсестёр каждый день. Ну, а если нужно особую прическу, то, значит, вот приходят из парикмахерской. В общем, вот такое вот обслуживание. Ну, а мы сейчас едем к сестре Бена. Вот она как раз и живёт в этом домике налево, видите, там её машина стоит, и уже брат Бена здесь приехал тоже повидаться с нами. Сестра Бена Су живёт здесь, в этом доме одна сейчас, три комнаты в этом доме, кухня, и гостиная, ну, и, конечно, ванная и туалет, это понятно. Муж умер не очень давно. Улица очень тихая, очень мне нравится. Улица просто замечательная. Мы с Су очень подружились, когда я приехала, и часто виделись, но сейчас, конечно, часто видеться не приходится, мы живём далеко, особенно, когда я работала, жили в Нью-Мексико или в штате Вашингтон, и приезжали только раз в год, но всё равно приезжали, навещали. и, конечно, как это бывает, всегда, когда встречаются родственники, родственники, то начинались воспоминания, вспоминали что-то интересное, смешное, в основном смешное, про мать, про других братьев и сестёр. Кстати, вот эта вот кухня, я когда-то вам уже показывала, кухня Су небольшая и уютная, там вход в гараж, обеденный стол, ну, и я не буду, естественно, показывать спальные комнаты, это не очень хорошо, ходить по чужим комнатам и показывать их. Ну, и Су говорит, когда я болела, приходил, пришёл Диар один раз и принёс гитару и стал песни петь, кантри-мюзик. Мы его попросили спеть, и он спел нам. Неожиданно, совершенно неожиданно, я первый раз услышала, как он поёт. Континью, континью. Континью. Диар You say that I don't love you, you say my love's untrue. Well, if I was a rich man, I'd prove my love to you. I'd buy you a diamond ring and a new fur coat or two. If my nose was running money, honey, I'd blow it all on you. I knew it had heard that before. Вот где я вам показывала, мать Бена делала одеялки. Вот Су, оказывается, тоже делала такие одеяла. Шесть одеял она сделала, раздала своим детям. Вот она вдруг решила нам показать. А это, говорит, давно-давно, когда мать ещё была жива, вместе делали с матерью, руками шили. Вот такие вот красивые одеяла. У нас, кстати, до сих пор два одеяла. Матери Бена сохранились. Мы ими пользуемся. Ну, в общем, встреча получилась действительно очень тёплой, очень интересной. Мы любим сюда приезжать. Когда мы жили в Луевиле и в Индиане, то мы приезжали сюда на каждый праздник. И не только на каждый праздник, просто на воскресенье приезжали, ходили в ресторан. И в этот раз, кстати, мы ходили в ресторан. Здесь как-то не очень принято напрягать людей и заставлять готовить дома. А это вот из Библии рисунки, не рисунки, а истории из Библии. Она это всё вышила. Истории из Библии, представляете? То есть это большой труд, и там надписи из Библии под каждой историей. Ну, в общем, это здорово, конечно. У меня бы не хватило, наверное, терпения. Ну, вот мы покинули дом Су, и мы на пути в Луевил. Кстати, вот это вот университет. Вот там находится университет. Это всё университетский городок. Большой, большая-большая территория, университетский городок. Ну, конечно, 10 тысяч человек, да? Университет большой. Ну, и покидаем Кентакки. И в следующий раз, это будет последняя серия, так сказать, из нашего путешествия. Я вам покажу Форт Нокс, где золотые запасы Америки и военная база, и развлечения детей и взрослых в городке Гатвенбург в горах. Ну, что ж, мир у мир, нет войны. Скоро увидимся. Всего вам хорошего. Пока, не пропустите моё следующее видео. Будет очень интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.